Мы, наверное, единственная страна в Европе, у которой нет системы безопасности, нет гарантии системы безопасности. Она разрушена, потому что Будапештский меморандум оказался, скажем так, ложным или не обеспечил гарантии. Других международных договорных у нас тоже нет систем безопасности, мы не подписывали, мы не члены коллективной системы безопасности, ни одной. И тут возникает развилка. Либо мы формируем свою систему национальной безопасности, но это очень дорогая вещь. Это надо понимать. С такой экономикой, которая сегодня у нас, мы такую систему не сможем создать. Либо система коллективной безопасности. С такой коррупцией. Поэтому, это первое. Поэтому референдум, я за референдум, но с какой поправкой? Он должен быть действительно поводом для предметного анализа, предметных дебатов относительно будущего системы нашей национальной безопасности. Тут не надо друг друга, тут все хотят Украине добра. Я бы со своей стороны добавил, Вадим, что это еще повод для того, чтобы всерьез поговорить с обществом о том, что такое североатлантический блок. Вот Сергей просто говорил о том, что это там типа со времен Януковича сидит в головах людей. Это не со времен Януковича, это с советского времена. Это 30 с лишним лет советской пропаганды, которую с момента создания НАТО вдалбливали людям в голову, что это агрессивный военно-политический блок. Так вот смотрите, как раз то, что можно действительно и нужно больше знать. Можно быть не членом НАТО, но можно плотно работать в системе коллективной, в североатлантической системе безопасности. Если вы член НАТО, вы только получаете две вещи, преимущества. Первое, это размещение ракет на территории Украины. То, что боится России. То, что Россия боится, это раз. И во-вторых, статья пятая Вашингтонского банка. Так, если агрессия, значит коллективная защита со стороны НАТО. Смотрите, на территории новых членов, новых государств, членов НАТО, НАТОвские базы не размещены. И это большой вопрос. Ракеты не размещены, и это большой вопрос. Да, вот почему, вот как раз вот это здесь, членство, еще раз говорю, еще раз говорю. Можно быть не членом НАТО, но можно иметь очень плотное отношение с НАТО.